Что за жесты показывают друг другу эти два афганца? Почему эти парни преследуют эту девушку? Отстаньте от меня! Почему вы меня преследуете? Это пугает! Я вызову копов! И что я сам делаю на парковке Москва-Сити с призиком в руках? Я обязательно отвечу на эти вопросы, но для начала скажу, что в этом ролике мы собрали самых милых и умелых, а также самых неадекватных и жутких автоледи. Мы развенчаем или подтвердим самые громкие мифы о женском вождении и, разумеется, выясним, стоит ли женщинам пользоваться спортивными машинами или им все же достаточно стиральных. Всем привет, на связи Тони. Заранее спасибо за подписку на канал. Я сразу скажу, что я внимательно проследил, чтобы видео было максимально нейтрально и никого не обижало. А мы начинаем. На этих кадрах мы видим, как обезбашенная тупая шкура на шикарном Мерседесе стоимостью в столичную квартиру совершенно неожиданно дает угла и влетает в припаркованный Геленваген. По приезду полиции выясняется, что бухая в сопле феечка, похоже, не особо сожалеет о содеянном, а более того, кидается в полицейских украшениями по полмиллиона рублей и жестко хамит. Заработаешь себе 400. Тысячи. 400 тысяч, дорогой. Дальше хуже. Полоумная шкура угрожает своими большими связями и даже называет конкретные фамилии. А что вы так смотрите? Просто так пройдет? Раконфертов не знаете, да? А я знаю. Я с ними работала вместе. Кидбы. Кстати, она не забывает упомянуть номер своего парковочного места. Валерий, у вас там далеко парковочный место? Три, два. Именно на этом месте и будет оставлен этот памятник неадекватности. Я не удержался и сходил посмотреть, но, видимо, не успел. Парковка была уже пуста. Я тебя, блять, умоляю, не размножайся. Кажется, что эта неадекватка предельно бухая. Но именно предел нам покажет вот эта дамочка на красной мазде. На экране вы видите ростовского гендиректора компании по грузоперевозкам. Она ездила по встречке и в целом вела себя неадекватно. И в итоге была остановлена случайным водителем. И этого водителя стоит поблагодарить. Потому что, если бы не он, девчуля бы точно куда-нибудь доехала. Еще отдельное спасибо я скажу мужику за вот этот вот подстрачник. Эти примеры, безусловно, яркие. Но выявляют ли они общую тенденцию о том, что женщины часто бухают за рулем? Что ж, по факту оказывается, что нет. Опираясь на данные из открытых источников, можно смело говорить о том, что женщины минимум в два раза реже попадаются пьяными за рулем. При этом я не возьмусь рассуждать о том, кто чаще дерется. Но просто отмечу, что именно мужчины покупают 100 тысяч бейсбольных бит в России каждый год. Ну а я за всю свою жизнь в России не видел ни одного ебаного бейсболиста. Следующий критерий нашего маленького соревнования техника вождения. И здесь прекрасные дамы бескомпромиссно проебывают мужчинам. Это правило наблюдается как на спортивной гоночной трассе, так и в женском бытовом вождении. И кажется, как будто бы это связано. Но на самом деле это не так. Рассмотрим сначала первый вопрос. Почему женщины в обыкновенном быту так хреново паркуются, откровенно паршиво сдают задним ходом и забывают снять ручник? Что ж, тут главная причина в том, что в вождении, как и в музыке, совершенно недостаточно играть ноты в правильном порядке. Важно также понимать, почему именно они должны быть сыграны. Девочкам с детства неинтересно устройство сцепления или трансмиссии. Если вы, например, скажете, что девушке нужно заменить амортизатор, она может ответить, да он же новый совсем. Как итог, они хуже чувствуют свой автомобиль и чаще попадают именно в мелкие аварии. Парковка возле салона красоты. Ну, я думаю, что ничего страшного. Главное, что у нас женщины красивые. Словом, девушки действительно чаще откровенно тупят за рулем. Но не потому, что у них нет специального гена, отвечающего за нажимание на педали, а потому, что им просто большую часть жизни насрать на тачке. Но, кстати, не всем. Это горяченькая цыпа София Флёрш. И уже подростком она выступает в соревнованиях формулы. На гоках Макао она попадает в страшную аварию. Кто-то скажет, что выглядит не так уж кошмарно. Считай, крыло чуть покоцало. Но это не ее желтая машина. Ее машина красная. И вот здесь она летит. Можете, кстати, посмотреть с другого ракурса. Ее как раз вся трибуна снимала. София столкнулась с соперником на скорости 270 км в час. Получила множественные переломы. А спустя несколько месяцев вернулась на трассу, как ни в чем не бывало. А СМИ всей Европы тиражировали этот случай, как пример великой стойкости. Я не буду спорить. Спортивный дух является неотъемлемой частью любого спорта. Однако, в первую очередь, спорту нужна не стойкость, а результаты. Это список 10 самых успешных гонщиков Формулы 1 за 2023 год. И в нем не только нету, но и никогда не было ни одной женщины. При этом аргументы в пользу того, что злые сексисты исторически не пускали женщин за руль, никак не оправданы. Ведь еще в 1901 году Камила Дюгас, как первая женщина, проводит свою первую профессиональную гонку. И у нее ни хера не получается. После этого в автоспорте будет еще огромное количество женщин, которые точно так же, как и первая, вообще ничего не добьются. Женский максимум на гонках исполнила Лелла Ломбарди на гонках 1975 года, где проебала почти всем и по итогу заняла не особо почетное шестое место в рейтинге. Но все равно стала первой и последней женщиной мира, которая вообще сумела собрать хоть какие-то очки на гонках Формулы 1. При этом никчемные результаты прекрасного пола на автосоревнованиях никак не связаны с тем, что их руки заточены под сковородку, но не заточены под руль. Они проигрывают, потому что мужчины сильнее и выносливее физически. Но нужно ли быть особо сильным, чтобы крутить руль? Что ж, оказывается, что вообще-то нужно. Ведь пилот Формулы 1 может испытывать нагрузку до 6G. Просто представьте на секунду, что ваши плечи, шея и спина одномоментно стали тяжелее в 6 раз. При этом нагрузка на педаль тормоза может достигать 100 кг, а температура в салоне подниматься до 60 градусов. Ведь в болиде Формулы 1 не бывает кондиционеров. Словом, чтобы выдерживать такую нагрузку, определенно нужны яйца и в прямом, и в переносном смысле. Однако женщины не водят хуже, потому что они тупые. Это миф. Более того, качественно обученные женщины не хуже мужчин могут водить даже довольно сложные тачки. Например, фуры. Полюбуйтесь, как это няш-мяш. Миллиметр в миллиметр укладывает фуру в узкий поворот. Это же просто потрясающе. Или посмотрите, как хладнокровно выруливает тачку после тарана. Вот это умница. К слову, если плохо обучить мужчин, то они точно так же, как и женщины, будут водить плохо. Посмотрите. Это экзамен по вождению в Афганистане. Честно говоря, я и сам сначала не поверил, но эти ребята должны какого-то хера закрыть глаза и, внимание, показать, как они будут нажимать на педали и переключать передачи. Как вы думаете, не будут ли они держаться на дороге хуже, чем российские женщины-водители, например? Раз мы развенчали один миф, давайте сразу примемся за другой. Смотрите. Эти парни преследуют эту девушку, сигналят ей и всячески привлекают ее внимание. Девушку скоро это достает, и она выходит выяснить отношения. Отстаньте от меня, почему вы меня преследуете, это пугает. Я вызову копок. Мэм, из вашей машины в буквальном смысле свисает топливный шланг. Вас никто не запугивает. Даже никакого спасибо. Да-да, старая добрая шутка, что прекрасные дамы пиздят топливные пистолеты и, в принципе, неадекватно ведут себя на заправках. Вот этот ролик тоже стал вирусным, смотрите. Мадам встает на заправку и замечает, что у нее лючок бензобака с другой стороны машины. Это сложно поверить, но ей понадобилось 4 раза объехать колонку, чтобы понять, что это так не работает. Однако, несмотря на обилие таких видео в интернете, у нас есть конкретные данные Росгостраха. Они, как ни странно, говорят о том, что мужчины убивают заправочные шланги намного чаще женщин. Я не вижу особого смысла этим данным не верить. Ну и перейдем к последнему мифу, который сегодня рассмотрен. Эти парни запретили вот этой женщине объезжать пробку по тротуару и попросили съехать с дороги. Ее реакцию вы видите на экране. Что вы делаете? Смотри, просто смотри, смотри. Что? Нет, скажем вы. Девушки, вы адекватны или нет? Просто вы что-то упокойтесь. Стой, стой, стой. Садись в бах. Это видео взято из материала проекта СтопХам. Кто не знает, эти ребята ловили мелких автонарушителей и начинали жестко их провоцировать. За что нередко получали по ебалу. И, кстати, иногда и давали по ебалу. Я уже отметил, что девушки все же реже начинают драться при дорожном конфликте, чем мужчины. Но что касается других типов агрессии, то тут девушки, к сожалению, впереди мужчин. Агентство Ньюспол провело опыт на 4000 водителей и выяснило, что чаще всех хамят, матерят и подрезают на дороге, внимание, водители женского пола на малолитражках. И это интересно. Ведь кому придет в голову, что опасность находится здесь, а не здесь? Причем геморрность такого типа водителей ощущают на себе не только другие участники движения, но и гаишники. Еще раз скажите, куда вы чего представляете? Я проклинаю всех сотрудников, которые меня останавливают. Все их рода проклинают. Вот наша родовая книга, по которой мы живем. Игорь, если ты не в чине, я с вами разговариваю, как с Игорем, то вы должны снять фуражку. Если вы в чине, то вы должны мне сказать, что вы извиняетесь и прощаетесь. Смотрите, гаишник в какой-то момент уже не справляется и начинает кричать. Не я, а вы. Еще раз он говорит. Не я, а вы. У меня федеральный закон есть. Потому что это неправильный гаишник. Того гаишника, который идеально справился бы с такой дамой, я видел в другом видео. Вот он. Такие строки обжалования любых на действие без действия данного постановления в 50 суток на оплату штрафа укуянного, 10 на обжалование, 60 на оплату, и то вот 70 получается. Что ж, относительно общих стереотипов выводы однозначные. Мужчины действительно вводят лучше женщин, но это никак не заложено в нас природой, а скорее определяется личными склонностями и интересами. Поэтому давайте с пониманием и поддержкой относиться к нашим прекрасным и любимым женщинам. Давайте не нападать на них, когда они ошибаются. Тормози. Тормози, мать, твою! Дура! И наоборот, хвалить их за каждую мелочь. Например, обязательно лишний раз похвалите свою женщину за то, что она поставила машину на ручник. Даже если она на нем приехала. Субтитры создавал DimaTorzok